Постепенное улучшение ситуации с COVID-19 позволяет многим культурным и туристическим заведениям распахивать свои двери для гостей. Однако пока в этой сфере по-прежнему имеется немало ограничений, связанных с групповыми активностями и экскурсиями. Тем не менее, Агентство развития туризма и информации Даугапилса совместно с Туристическим информационным центром Красловского края и Агентством Даугапилского края Така постоянно работает над развитием локального туристического предложения. В Даугапилском центре информации и туризма работают специалисты, которые могут помочь как в вопросах отдыха в черте города, так и за его пределами. В Центр туристической информации Даугапилса обращаются и жители нашего города, и гости города за информацией прежде всего о Даугапилсе, но также спрашивают о предложении Дугапилского края. Это природные объекты, это различные водные маршруты, это предложение природного парка Даугава Слоки. Также в нашем центре можно приобрести разные сувениры с символикой Даугапилса. Из новинок этого сезона – интересный пешеходный маршрут по Случерским оврагам, который был недавно открыт на территории живописного природного парка Даугава Слоки. В свою очередь водные сплавы по Даугаве сейчас предлагают и городские краевые коммерсанты. В Даугапилсе такую возможность предоставляет один из победителей программы грантов самоправления «Импульс», который дополнил свой флот красивым развлекательным судном «Сикс Парнис». С приходом лета стали доступны и водные маршруты из Хрославы. Причалы для таких путешествий уже подготовлены. Сейчас очень актуальны маршруты по воде, пешие маршруты, а также веломаршруты. Например, недавно у нас была открыта новая природная тропа, тропа по Случерским оврагам, где каждый может прогуляться, посмотреть на красоты Даугавы. Если вам нужна какая-либо информация, которая связана со сплавом по воде, тогда смело можете обращаться в Дагавпилский туристический информационный центр, мы вам поможем. Параллельно с этим, Агентство развития туризма и информации Дагавпилса разрабатывает новые вкусные сувениры, которые понравятся как гостям, так и местным сладкоежкам. Например, крафтовый шоколад с символикой Дагавпилса, приуроченный к празднику города, также от победителя программы «Импульс». Подготавливаются и новые флажки и футболки с атрибутикой Дагавпилса. Между тем, специалисты туризма напоминают о действующей акции «Дагава в Вену», которая проходит с 1 мая по 31 октября этого года. Ее общий призовой фонд составляет 2500 евро, а для участия нужно всего лишь получить туристический паспорт и в сумме посетить 15 объектов в городе, Даугапилском и Красновском крае. Подробнее об этом и других предложениях можно узнать на портале visitdaugapils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!